На сегодняшний день не вызывает вопрос пользы грудного вскармливания, но мне хотелось бы остановиться на некоторых аспектах, что польза не только для ребенка, но и польза для мамы. Для мамы одним из важных аспектов, который будет заметен окружающим, это лучшее настроение. Мамы, которые кормят своего ребенка грудью на фоне такого гормонального фона, находятся в хорошем настроении, у них улучшается сон, у них стабилизируется давление. Кроме того, возможно и улучшение отдаленных рисков, снижение рисков отдаленных заболеваний сердечно-сосудистой системе. Достоверно, реже мамы заболевают сахарным диабетом второго типа и, кроме того, не вызывает сомнений, что длительное грудное вскармливание значительно снижает риск рака молочной железы. Человечество ничего не придумало более совершенного, чем придумала природа. Даже если вы будете сцеживаться, я так делала, и потом я замораживала вот это молоко, мне кажется, несмотря на то, что, я думаю, часть каких-то полезных свойств теряется все равно, но все равно там что-то остается, и это, мне кажется, намного полезнее, чем смесь. Очень важно именно на этапе до начала родов объяснить и подготовить будущую маму к тем приемам, к тем механизмам, как процесс грудного вскармливания будет происходить. Час происходит у мамы так называемый «золотой час». Ребеночек сразу после родов доходит с первый час, в непосредственном контакте с мамой лежит у нее на животе и по возможности первый раз прикладывается к груди. Это очень важно для грудного вскармливания, наше первое прикладывание. Именно в этот момент происходит первый контакт матери и ребенка. Именно в этот момент ребеночек заселяется материнской флорой, мощнейший идет выброс окситоцина. После родов мне сказали, что нужно уже прикладывать в груди, в груди начинать, потому что молозиво – это очень полезное такое, в общем, там куча полезных свойств, которые нужно ему сразу, в общем, давать. И я стала прикладывать ее в груди сама, но у меня это абсолютно не получалось. То есть он ее, во-первых, не брал, во-вторых, он на нее сразу кричал, вот, как будто он даже, ну, прям не нравился, ругался, мне казалось, на нее, вот. И оказалось, что проблема, конечно, в том, что я неправильно, во-первых, давала ему, ну, по форме, там, груди нужно тоже учитывать, что нужно придать форму, там, лесорел какой-то, да. Но мне вот пришел консультант Мария и очень показала подробно. Это, конечно, помогло. Бывает так, что мама из родильного дома не сразу идет домой с какими-то проблемами, она поступает в стационар. Мы создали все условия для комфортного пребывания мамы с ребенком. Каждая мама, которая поступает в больницу, она находится вместе со своим ребенком совместно. И, безусловно, в процессе пребывания мамы мы используем все наши возможности, ресурсы для того, чтобы обучить маму грудную скальнюю, для того, чтобы, когда она выпишется из больницы, она продолжала бы это делать. У нас отделение, где находится на совместном пребывании с мамой, есть палаты непосредственного размещения, где мама находится с малышом, и тогда никаких проблем вообще, в принципе, нет по поводу грудного скармливания. Есть палаты интенсивной терапии, где мама приходит к малышам, но также сохраняется грудной скармливание. На протяжении всей госпитализации мамы сохраняется грудное скармливание и кормит грудью. Средняя госпитализация в нашем отделении составляет 10-12 дней. Сейчас мы тоже находимся под светотерапией, у нас уровень билирубина повышен, и, соответственно, тоже я ее не могу оттуда доставать, она должна быть постоянно под этим свечением, и тоже вот стеживаюсь, когда есть возможность ее достать, как-то покупать, тогда уже к груди прикладываю. Но если ее просто нельзя достать, как-то переходить на смесь, мне, например, не хотелось бы. Естественно, врачи рекомендуют в таких случаях просто сцеживать. Мифов много, они передаются из поколения в поколение, и мы стараемся с ними обоснованно, аргументированно бороться. И на сегодняшний день мы пытаемся перебить любую маму, и у нас получается. Во всех поликлиниках Москвы уделяется этому очень серьезное внимание. Есть школы для матерей, школы для поддержки грудного вскармливания. Первое общение с ребенком начинается не в поликлинике, а дома. Патронажный осмотр ребенка педиатром. Приходит патронажная сестра. Как врач, так и сестра рассказывают маме, вернее, продолжают рассказывать, обучать грудному вскармливанию. Если есть какие-то проблемы, связанные либо с мамой, либо с ребенком, безусловно, уже прицельно мама может быть приглашена в школу для поддержки грудного вскармливания, и там наглядно все показывается, объясняется. В нашей поликлинике организован кабинет поддержки грудного вскармливания, где мы рады консультировать всех мам, которые только стали мамами. У них у всех есть вопросы. Очень часто с какими-то трудностями они уже столкнулись. И наша задача, задача нашей поликлиники, нашего кабинета – это помочь им обеспечить успешное грудное вскармливание длительное, как рекомендует Всемирная организация здравоохранения. Очень часто у мамы есть какие-то мифы у родителей, которые от бабушек, от дедушек, из интернета, от подруг. И они, например, может быть, допаивают водичкой, кормят по часам, по какому-то режиму установленному. Они знают, в какой последовательности давать грудь. Ну, еще много вопросов, которые являются мифами, которые мы стараемся развеять, стараемся объяснить, как это делать правильно. У нас есть наглядные пособия. Они приходят на лекции. Мы показываем, рассказываем, объясняем, отвечаем на все вопросы. От врача-педиатра узнали о том, что у нас в поликлинике есть кабинет грудного вскармливания, о том, что у нас есть консультанты, которые готовы помочь и, как бы, да, по возможности стабилизировать грудное вскармливание. Попали мы сюда где-то через два месяца. На тот момент у нас у ребенка обнаружилась лактозная недостаточность. И по рекомендации педиатра она нам предложила перейти на искусственное вскармливание. Конечно, она поддержала нас в том, чтобы грудное вскармливание максимально сохранить и уйти, в принципе, в будущем от смеси вообще, что, в общем-то, ей успешно удалось. Не только у ребенка есть потребность брать грудь матери и пить молоко, у матери есть вот эта биологическая потребность давать грудь и кормить. Мы взаимосвязаны, у нас есть симбиоз – мать-дитя. Осознание ценности грудного молока ко мне пришло, когда я его родила. Дело в том, что получилось, что через сутки его забрали у меня в реанимацию. Я прихожу в палату, у ребенка нет, где я в реанимации. Что со мной было, я вам передать не могу. Но мне сказали, вы можете приносить молоко. Каждые три часа вы должны приносить молоко. Но это было не молоко, это еще было молозиво, такое оранжевое, тем более первой рода, и его было мало. Я себе сказала, Таня, ты не можешь плакать, ты не имеешь права плакать. Если ты сейчас начнешь плакать, молоко так и не придет. Мне принесли молокоотсос. И каждые три часа, вернее, за час до этих трех часов я начинала сцеживать. Я сцеживала от 15 до 25 миллилитров. Но эта жидкость была самая ценная, что я могла отдать своему ребенку, чтобы спасти ему жизнь, ребенок в реанимацию. А что делать? У меня как-то не было в окружении тех, кто был резко против или… Поэтому мне сложно говорить, что… В сообществах, ну я читала, конечно, что всякие есть подходы, но в целом мы старались как могли от смеси, ну вот у нас было немножко отказаться. Он поначалу не мог по много высасывать, то есть мы комбинировали, ну комбинировали в смысле не смеси, а комбинировали грудное молоко сцеженное из бутылочки, плюс такое из груди. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok